Итак, всем привет, с вами ТопГейм, мы продолжаем играть за новую Англию Лавкрафта И у нас тут интересные вещи происходят, тут культу прошлого уничтожили, сожгли там все христианство, новые боги В общем, ничего необычного, да? Но в целом, как бы, продолжаем мы идти, у нас тут будет новый порядок, я еще гляну, у нас тут будет во тьму Потом происходит белое, там, плод Прилосовство, как вы можете видеть Нам срезают 3,5% населения, военнообязанного, это очень страшно, но потом вернут 3 То есть, 0,5% неприятно, но бафы, вроде, как бы, такие, ну, нормальные Далее, сейчас мы, наверное, пойдем куда? У нас вот здесь вот есть разная политка, которая, как будто, была бы полезна, но Как я уже говорил, в этом моде политки так много не надо, мы и так набираем Поэтому просто идем вот сюда вниз, вот этим вот фокусом, кстати говоря, вот нам призыв повысит и аргут дадут Давайте, нам потому что поучаствовать бы в войне было бы хорошо Это вот здесь вот у нас, когда мы делаем фокус ужас из глубин Это, кстати говоря, где? Давайте проверим А, вот мы вот этот фокус берем После этого мы можем вернуться на первую арену и решить, мы будем, как бы, прятаться от всех Либо мы будем воевать с Америкой И я думаю, мы, скорее всего, выберем как раз вот этот левый путь Поехали! Итак, мы создаем эзотерический орден Дагона Жесть Да, прекрасное сообщение Я надеюсь, что вы тоже понимаете, что здесь написано Как бы, да, кто бы это вообще не может понять А мы продолжаем потихонечку-потихонечку двигаться к, собственно говоря, войне Кстати говоря, канадцы, смотрите, сколько войск там завели Мы в какой-то момент должны же еще и независимость обрести Думаю, когда-то это должно произойти Формирование национального лыжного патруля Жесть Кстати говоря, тут очень интересная Америка Демократическая организация Миссури Я до этого никогда ее такую не видел Но вот она как бы есть такая Союз с преступностью Вот это все Прикольно, прикольно выглядит Здесь океанские, что тоже под парнем, которого я первый раз вижу Здесь, в принципе, все дефолтно Здесь тоже все плюс-минус дефолтно Ну, кстати говоря, запавнились танки Это и есть наши л-пышные мужики или что Ну, звучит забавно Но, как-то, честно говоря, бесполезно Извините, мы это распустим И будем тренировать просто обычную вот эту пехоту Так сказать, стандартно нашим шаблоном И мы теперь можем нажать, выставить полный контроль Поехали Вот мы берем дебаф стабильности и политки Политка, потихоньку, видите, уже и так очень быстро растет Поэтому пройдет эти доп-фокусы на политку Пока, ну, не сильно хочется Как бы лучше что-то пополезнее взять Как будто здесь что-то интересное Куча оверфея на самом деле неинтересна Вот кучу промышленности бы давали Было бы супер Ну, нормально Там военная экономика будет скоро Вот она нам и нужна И да, нам реально фокусы эти спавнят дивизии Кстати говоря, вот я еще один сделал Еще заспавнили мне дивизии Но, объективно говоря, мне они такие не нужны Они плохие Лучше у меня будет меньше дивизий, но хороших То есть вот такие вот обучаемых В принципе, может их даже будет и не так-то и мало На самом деле Потому что промышленность кое-какая есть Но вообще, давайте достроим, наверное, последнюю фабрику И надо строить уже военные заводы До того как-то Мы не слишком готовы к войне объективно говоря А надо бы уже Вот он, эзотерический орден догон Еще один ивент Парнормальные боевые отряды Произойдет событие Так что это кто? Сейчас узнаем Расширение колоссового лаврентия Допустим А я нашел, где фабрики нам дадут Так Ну, давайте сначала военную экономику уже поставим Да, все-таки Потому что она тут больше особо ничего не требует А затем мы полетим вот сюда За фабриками Тут инфраструктура Потом фабрики Ячейки исследований Вон там военные заводы Еще тут военнообязанное население будет Окей, отлично Тогда в принципе не так плохо И еще тут минус 5 ТНП Так все Мы сейчас такую промышленность забахаем Жесть будет Тогда все-таки надо бы построить еще парочку фабрик Просто потому что мы, скорее всего, будем под нулем ТНП А это значит, что любая фабрика Нам просто супер много чего дает Так что да Надо все-таки их Желательно построить как-то Опять, кстати говоря, СР происходит Вкладываем в них уже 100 болитки Получаем еще минус 5 ТНП Вот здесь вот Куча ресурсов Куча объема производства СР нам очень-очень тоже поможет И как я и говорил Мы вот реально сейчас увидим НОДТНП Поэтому любая фабрика будет очень кстати Мы сейчас вот снимем 5 от экономики 5 там один фокус Еще стабильность чуть-чуть Ну тут туда-сюда И будет как раз-таки Будет как раз-таки ноль Прекрасно Паранормальные боевые отряды Ага Но дивизии нам не дали Действительно говоря, у нас есть Очень хорошие генералы Прямо у них у всех Есть какие-то полезные перки Зато парень вообще какой-то Какой-то страшно-страшно сильный Ты видишь, он командир Провиденс как раз Такие скорости восстановления Плюс 10 Планирование Вообще не так плохо Не так плохо Возможно мне бы их поставить Тут единственное Есть просто приспособленец На второго ловла То есть он еще раскачается Неплохо И я думаю Его поставить неплохо Вот этот тоже Фильмаршал был бы неплохим Для какого-нибудь Оборонителя армии в будущем Но я думаю Приспособленец Это самое сильное Что у нас может быть С одной стороны С другой стороны Блин Раскачать вот с этими бафами Парня Было бы наверное Неплохо Но не все Партические связи имеют Да Так что даже не знаю О кстати Говорит Джон Кеннеди Здесь у нас интервент С флотских связной Забавно Да Давайте короче Вот этого парня Все-таки Поставим И поставим Сразу уже на границу Сюда Потому что Ну объективно говоря Скорее всего Мы будем начинать войну С этой стороны Только надо Ставить Так сказать Реальные границы Долгий спор Разрешен Какой-то Минус 4 населения Плюс 4 населения Ага Между Двумя странами Да Как понял Типа там Какого Какихают И семью Переселили Официально В другой штат Походу Так Канадцы Прибывают Вестпоинт Нет Абсолютно Нет Я мог бы Вот это Исследовать Но знаете Что Давайте Не будем Сбежить Я все-таки Хочу Ядерку Наверное Вот эти Два Бафа Потратить На следующие Техи А не Первую Теху Да Поэтому Пойдем Сразу В промышленность А потом Уже Военной Экономика Чуть Потерпим Так Тут Кто-то Требует Аудиенция Допустим Командующего Флота Мы себе Поставили У нас Типа Есть Небольшой Флот Подлодки Сминстер Но тем Не менее И А кого Это Мы поставили Сюда Командующим Хороший Вопрос Есть Да Это все Перки Обычные Уникальных Переков Никаких На самом Деле И Нету Липая Экспедиция Вольнера Гарри Раскрыта Убить Нечто О Это Кстати Говоря Отсылка К фильму Если Вы знаете Можете Тоже Комет Написать Достаточно Я думаю Известны Думаю Чти Что Все Должны Знать О Порядок У нас Был Установлен Мы Сменили Специально Этот Статус Мы Стали Другой Марионеткой Забавно Что-то Это Изменило Как будто Особо Нет Мы Что-то Отдаем А Мы Им Ресурсов Просто Больше Отдаем Окей Нормально И вот Мы Уже Берем Военные Заводы С наших Окусов Почти Готовый У нас Американский Капитализм Опять-таки Мы его Очень Сильно Тут Ждем 5 Мп 5 Объема Будет Очень Приятно И мы Тут Как раз Такие Почти Достроили Все Наши Фабрики Которые Я Хотел Построить Еще Под Бафом Туда Потом Забав Поэт Лауреат Ну Конечно Это Будет Лавкрафт Раз Можно Выбрать Его То Мы Выберем Его Нам Кстати Говоря Возможно Нужны Будут Поезда В один Момент Истории Стоит Об этом Не забывать Но Пока Следуем Более Важные Вещи Итак Капитализм Есть Американский Я Думаю Знаете Что мы Сейчас Сделаем По-быстрому Вооруженный Нейтралитет Как я Понимаю Вот Сделает Нас Независим Возможно Потому что Здесь есть Друзья На севере А здесь Есть Нейтралитет Я Просто Хотел Бы Очень По-срочному Отвалиться От Канады Чтобы Случайно Она Войну Не Зазвала Я Все Так Варенетка Давайте Сходим Вот Сюда И Потом Продолжим Идти По нашим Лавкратовским Фокусам Более Что Тут Можно Начать Следовать Атомные Исследования Там Уже Не Так Много Опережения Все Еще Один Год Но Что Поделать И Времени Тут Пощением Тихоокеанские Штаты Очень Сильны Хотя Тут Есть Куча Промышленности У этих Ребят Все Они Смотрятся Слабее Но Опять Так Всегда Ишки Прочи Воевать Когда Всего Лишь Один Фронт А не Вот Такая Круговая Оборона Что Происходит Здесь Так У У нас Свой Путь Мы Выбираем Здесь Уже Цин Начал Воевать С Фонт Аня Кстати Говоря Япония Тоже Уже Била Войну Здесь Распалась Расобор Полностью Распался Да Здесь У нас Национал Популизм Все Еще Очень Мало Имеет Процентов Как Да Тут Вон Популярности У нее Нифига Нет Посмотрим Что Там Будет И Воюют А Сременная Сфулька Какая-то Нереальная Гача Борьба Как бы Да Австрия С несколькими Своими Ребятами Воюют Против Венгрии Воюют Против Лирии Скорее Своими Войнами А может Нет И еще В это Время Воюют С Италией Здесь Ребята Чили Кстати Говоря Походу В Испании Победятся Левые Но Это Не Точно Потому Что Здесь Все Может Поменяться В На юг Ушла Если Она Доберется До Вот Этих Победных Точек То Она Капнет Сразу Эту Страну И Там Уже И Чили Капнет Посмотрим Там Все Еще Не Определено И Нет Мы Марионеткой Не Перестали Быть А Как Нам Это Делать Никак Можно Сделать Протекс Один Который Тнп Нам Кстати Говорят Даст Но Мы Независимость Не Можем Получить Как Получают Независимость Обычно Эта Страна А Вот Нашел Возвращение Первой Вред Коротски Сделает Окей Мне Точно Нужно Идти В Ужас Из Глубин Ладно Давайте Тогда Делаем Атомные Исследования Атом Развалилась Африка Кстати Я вам Скажу Осад Осман Еще Начинается Но Самое Главное Конечно Вот Здесь Вот Даже Болеем До Нашего Мальчика Тут Опять По Классике Интересные Агенты У нас Есть Ну Что Ж Опять ВСР Можно Вложить Скажите Только 50 Политки Мне Очень Повезло Надо Как будто Больше Политки К этому Моменту Иметь Ну Что Поделать Спешит Конференция Что То Завоевало А Но Это Распалась Африка Я Понял И Вот Нужу С Кубин Мы Получаем Кучу Ерфей Нам Они Честно Говоря Не Сильно Нужны Концер Подум Северо Два По Двести Процентов Это Мы Буквально Можем Раз До Последней Дойти Ну Может Быть Попозже Самое Главное Мы Терем Сможем Вернуться На Мировую Арену И Перестать Быть Марионеткой Вот Что Самое Главное И Нам Это Наверное Почти Сразу Сделать Наверное Вторым Фокусом Первым Военную Экономику Получим А вторым Уже Вернемся На Мировую Арену А я Не могу Пока Во тьму Мне Нужен Культ Проповедника Либо Жуткие Знаки Ага Жуткие Знаки Это Что Такое А мне Нужно Оба Из Них Понял Тогда Ну Идем Сначала Вот Эту Политку Потом Уже Сюда Почему Там Конференции Мы И Возможно Что-то От Стороны А Потому Что Нас Удобритания Призвала Точнее Канада Как бы Поэтому Так Я Говорю Нам Срочно Надо От Канады Избавиться Давайте Даже Наверное Я Следующим Фоксом Это И Сделаю Чтобы Точно Нас Никуда Не Втянуло Так Создание Икс Бригады Конечно Создаем Просто Следовать Приказам Приказ 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 Атаковать Среда Так 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 Звучит Очень Интересно Стабильность Политка Стабиль Поддержка Военных Не Давайте Политку Просто Потратим Перепись Радикалов Не по-американски Нет Очень По-американски Так Мы Культ Пробедения Сделали Давайте Возвращаемся На мировую Арену На Всякий Случай Давайте Знаете Наш Дивиди Вот Сюда Поставим Да Ну Так Ну А вдруг Так Конечно Может Мы Не Будем Воевать Я Честно Говоря Не Знаю Слово Англии Играл Так Всегда Не Паранормальных Явлений И Секреты Таит Загробная Жизнь Тень Над Инсмутом Новая Новелла Ну Да Мы Были Доведены До Писумия Особенно Закончить Врод Интересно Каждан Изменились Так И Есть Соб Что В Теории Если бы Я взял Во тьму То Потом Я Мог Сюда Нажать И Тоже Стал Независим Но Ладно Все равно Нам Эти Фокусы Нужны Этот Фокус Но Факт В том Что Да Я Мог Подожрать Еще Но Опять Так Началась Сейчас Война Случайно С этими С Интернационалом Я Был бы Не Втянут Было Было Очень Прикольно Смотрите Еще Один Лорный Ивент Считаете Левы ГФ Лавкрафта Короче Говорят Нация Наша Одержим Рассказами И В некоторых Сообщениях Тверждается Что Группы Менее Стабильных Поклонников Были Сынны С ума Такой Ужас И Вот Фокусы Готовы Жуткие Знаки Есть Проведение Есть Мы Теперь Спускаемся Во тьму И Начинается Война В Европе Я Но к сожалению Я не могу Это Сделать Посмотрите Все еще Нельзя Да Попробовал Некоторые Опции И Ни Одна Из них Не Дает Мне Покинуть Антанту Это Не Очень Удобно Честно Говоря Потому Что Ну Как Бо Я Бо Хотел Уже Ее Покинуть С войной Там Без Войны Без Разницы Но Мне Такой Опции Буквально Не Дают То есть Как Нигде Этого Нет То есть Теперь Основ В деле Если Мы Америку С 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 Мы В это Вмешиваться Не Будем У нас Тут Еще Американский Замес Вовсю Идет Да То есть Тут Он Еще Не Скоро Закончится Я думаю Годика Два Три Он Будет Проходить Но Мы Постараемся Закончить Побыстрее Хотя У нас Армия Не такая Что И Очень Быстрыми Шагами Как я Говорил Выполнить Седогоним Канады По промышленности А может В один Момент И Перегоним Особенно Когда Мы Начнем Сохватывать Америку Когда Нас Призывает А нет Канада Не В этот Раз Еще Неделя И Мы Покидаем Ваш Альянс Это Веченка Отстой Я Ненавижу Здесь Всех Походит Встреча Мы Будем Там Нет Не Будем Мы Мы Даже По пути Знаете Даже Диплом Оттуда Едет Ему Звонят Здорово Отменили Встречу Уезжай Вот И уехал Что Ему Делать Остается Можно Был В теории Посидеть Будет Еще Вот И Сэр Или Как Там Его Да Сэр Да Ладно Не будем Сильно Как Мин Максить Там Пойдем Можно Пойти Сюда Получаем КВ Против Всего Вообще Что Есть В Так А я Думаю А зачем Нам Вот Это Делать Если Мы Можем Вот Это Сделать Верно Ну Да В чем Я Не Прав Счем Нам Идти Вот Сюда Через Три Фокуса Мы Можем Делать Здесь Один Другой Про Том Что Прям Сейчас Наверное Не И В ней Просто Ноль Бафов Я Так Думаю Блин Раз Есть Прямо Сотомощи То Наверное Здесь Будут Самые Крутые Бафы Нет Здесь Конечно Некоторые Техи Бесплатные То есть Ну Как Бон Видите Вон Соследования Жесткие Стоимость Три На 150 Процентов Минус То есть Супер Мы Быстро Выключаем Ее Да Тут Куча Скидок Но Бафов Просто Ноль Поэтому Пойдем Вот В Эту Вторую Вторую Прямо Здесь Здесь Конечно Он Потому Штабное Планирование Мы В него Не Пойдем Но Здесь Видите Сколько Бафов На Организацию Очень Много Бафов На Пехоту На Припасы Организация Придвижения Скорость Еще Пехота Еще Укрепление Туда Сюда Тут Еще Прорыв 10% Тут Еще Господи Просто Безумно Много Безумно По сравнению С этим Здесь Просто Ничего Нет Здесь Тоже Какие Бафы Они Такие Плохие Но В целом Как бы Да Вторым Ничто Не Может Соревноваться Здесь Именно Бафы Такие Вот Конкретные А не На Исследовании На Еще Что Это Не То Очевидно И Здесь Тоже Здесь Война Безнаселение Конечно Это Прикольно Но В Есть Бафы На Тренировки Партизан Плюс Сражения В городах Это Очень Приятно И В принципе У нас Можно Быть Побольше Спец Войск Либо Защита На Территориях Ну Потом Для Америки Это Может Быть Полезно Хотя Слушайтесь Уменьшение Страфа Заметность Плюс 10 Да И Шутки Шутками Но Страфа Заметность Плюс 10 Это Сильнее Чем Горд Плюс 10 Но Опять Таки Это Все Наверное Не Прямо Сразу У нас Есть Что-то Еще Прямо Сейчас Важнее На самом деле Нет Единственное Я хотел бы Точно С этими Двумя Бафами Начинать Войну Так Что Сейчас Подумаем В каком Порядке Мы Сделаем Фокусы Давайте Короче Говоря И возьмем Вот Этого Бафа Начнем С Содержимости Чистотой Чтобы На Своенобязан Население Не улетело Сразу Пока Мы Берем Второй Фокус Вот Этот И Сюда 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 Потом Вот Сюда И Начнем Войну Но Все Это В следующей Серии Ребята В следующей Серии Пойдет Жесткая Заруба Лавкрафта И Всей Америки Очевидно Кто Победит Уже В принципе Наша Новая Англия Очевидно Просто Непобедима Будет Пока Еще Не очевидно Но Скорее Всего Да Бафы Очень Хорошие Так что Ребята С вами был Дубгейм Обязательно Приходите На следующую Серию Подписывайтесь Если вы Еще Друг Не Подписаны Лайки И Дискорд Ребята Все Как Обычно До Скорых Встреч Пока